Так, окей, давайте начинать будем. Давай, Рома, я тебя представлю немного. Я Рому знаю, наверное, уже года три, а может быть даже больше. До этого я следил за его студией на всех престижных премиях, на которых он побеждал. А потом мы с ним познакомились, и я понял, почему они побеждают, потому что у них очень нестандартный подход. Рома сегодня об этом немного расскажет. Для тех, кто только что присоединился, такую зацепку сделаю, что Роман берет с собой на встречи психолога, на встречи по дизайну, по веб-дизайну и, в принципе, по дизайну каких-то интерфейсов, что, наверное, не практикует никто из участников рынка. И, в принципе, Роман работал в очень крупных компаниях, руководил компанией, точнее, командой, где численность была более тысячи человек, работал в Apple. И сейчас работает с первыми лицами страны, с министерствами, с МИДом, Росавтодором, МТС, Мегафон и так далее. Вот, Ром, спасибо, что согласился провести данную презентацию. Давай начнем. И, по ходу, я вижу, люди добавляются, по ходу будем задавать вопросы. Ребята, обязательно задавайте вопросы. Как Роман правильно уточнил, лучше пишите ситуации, которые у вас происходили с дизайнерами. Либо какие-то там интересные истории, которые были. Ну, плюс обязательно вопросы, чтобы мы максимально помогли вам разобраться в какой-то задаче. И помогли правильно заказать дизайн, вложив в него действительно смыслы, а не просто сделать что-то красивое. И, ребят, если у кого-то есть возможность, включите, пожалуйста, видео. Спикеру будет намного приятнее смотреть на лица на экране, на жизнерадостные, чем на черные экраны. Вот, здорово, ребят. Давайте подключайтесь. Ром, начинай. Тебе как удобнее вопросы, чтобы мы задавали тебе по ходу презентации? Или я буду их собирать, но запоминать в каком контексте? И, соответственно, в конце диалога тебе их задавать? Давай поступим так. Старайся, пожалуйста, собирать. Я в любом случае буду пытаться еще как-то вовлекать всех. Потому что, ну, я взял за основу мой один из докладов. Вот. А чаще всего я стараюсь синхронизироваться с народом для того, чтобы мы все дружно понимали, о чем идет речь. И для того, чтобы точно так же мне собирать обратную связь. То есть, если какие-то предметные вопросы, которые возникают именно в, ну, свои особенно, вот их лучше фиксировать или даже как-то осмыслять. Ну, и фиксировать, наверное, лучше письменно. Окей. Ребят, пишите тогда в чат вопросы. Я буду их запоминать, записывать. И мы их будем в нужный момент Роману задавать. Давай, Ром, поехали. Погнали. Значит, я начну, я вот решил как-то более конкретно приземлиться по теме. Ну, то есть, основная тема, которую сегодня хотелось пообсуждать и чуть поделиться, порассказывать, как что. С точки зрения вот ситуации, когда компания или бизнес или какой-то продукт достигает определенного потолка в части стандартных методов маркетинга. Ну, вернее, тех, которые являются, ну, самые первоочередные, когда мы делаем лендинг, закидываем туда рекламку и дальше собираем лиды. Но у нас встает такой момент, который обусловлен рынком, течением. Ну, то есть, мы собираем ту верхушку айсберга, а основная часть, мы ее не понимаем, как к ней подобраться. Ром, Ром, просят тебя включить экран, чтобы у тебя и понимать, кто с ними разговаривает. Как я выгляжу, да? Да. Не вопрос, сейчас прям вот буквально, буквально. Тебе нужно одеться, да? Ну, почти, да. Привет, всем привет. Привет, привет. Я тут у окошка, давайте так, на себя помещу. Так, все. Значит, все... Давайте погнали дальше. Так вот, и я, в общем, буду сейчас доклад свой, рассказ построю издалека. И буду все глубже к конкретике приходить к тем подходам, которые я накопал там за всю мою историю довольно пеструю. Вот, давайте начнем. Кирюх, ты меня, пожалуйста, мне зафиксируй, когда надо ускоряться, потому что я могу это делать очень долго. Да, Ром, я понял, ускоряйся. Все, погнали. Значит, давайте попробуем вот совсем издалека заглянуть в будущее, то бишь чуть-чуть в прошлое. Все наверняка сталкивались с понятием, там, четвертая промышленная революция, но если вот начать с самого начала, что каждая промышленная революция, она чего-то давала и давала довольно серьезный прорыв. Самое интересное, что каждая промышленная революция, будь то паровая, электроэнергия или появление персоналки компьютеров, она двигала и очень сильно развивала, не только создавала рынки, но очень сильно все меняла. Так вот, если говорить про вообще, как это все относится к нам, моя гипотеза, или вернее такое суждение, чем я живу, что на данный момент мы должны чуток переходить на следующий уровень развития, как и все остальное. То есть, условно, поддаться этому течению, что называется. То есть, условно, если вот как выглядел интернет, это первый браузер, как выглядел самый дорогой сайт на планете, он приблизительно вот так выглядел. Ну, то есть, все развивается. И даже когда была история с кризисом доткомов на бирже, и все очень сильно разочаровались в вебе, произошла ситуация, что все-таки большая часть компаний выпула. Ну, и мы их знаем очень хорошо. Это Google, Amazon, Yahoo и другие. Вот. Но самое интересное, что если вообще в принципе посмотреть на интернет, то, наверное, 80-90% это много однотипного трэша, однотипного, который плюс-минус там чуть-чуть меняется. И я люблю очень приводить аналогии, что условно, ну, понятно, что мы где-то как-то застряли в развитии или застреваем. С точки зрения аналогии, мне понравился вот этот вот гаджет. Я думаю, что у всех он когда-то был. Вот. И представим, что это у нас среднестатистический сайт. Так вот, они меняются обложечками. Вот. Причем даже есть супердорогие обложечки. Вот. Но самое интересное, что здесь плюс-минус у них ничего не менялось с точки зрения функциональности их развития. Но если вообще, в принципе, проследить такую некую иерархию развития смартфонов, ну, с точки зрения того, что чем мы каждый день пользуемся, на этом рассуждать гораздо проще. Вот. То они все довольно сильно изменялись. Они все очень разные. То есть мы в результате пришли к тому кирпичку, который у нас у всех есть, и мы им пользуемся. И вот здесь возникает вопрос, внимание, друзья, чем же все-таки отличается принципиально вот гаджет слева от гаджета справа, вот как вы думаете? Можно отвечать на вопросы. У нас многие спрашивали письменно или устно. Давайте письменно. Мой вариант интерфейс. Интерфейс, еще что? Ты так, Кирюх, тогда зачитывай, чтобы я не переключался. Пока только интерфейс. Дизайн. Функционал. Да. В общем, ну, внешний вид, функционал, возможности, технические характеристики. Узабилити, удобство. Вот это вот все около. Любовь народа. Бренд. Нокия, однозначно. Вот. Но если пойти чуть глубже, то на самом деле очень сильно менялись сценарии поведения пользователей. То есть все прекрасно помнят, что как-то появились телефоны с радио, потом с плеерами, потом с камерами. Потом через некоторое время в том числе появился Инстаграм и все остальное. Так вот, если обратить внимание именно на сценарий поведения, возникает вопрос, ну, то есть каких-то примеров, что мне хочется продемонстрировать, что это не только с телефоном происходило. Так как мне сфера такая даже, как это сказать, твердая и не особо поворотливая тема государства, скажем так, хочется тоже привести пример. То есть когда-то вот таким вот образом выглядел сайт Минздрава России, который нафиг никому не нужен был, непонятно зачем, просто как бы сайт с новостями и все остальное. Ну, вот как Нокия буквально. Но через некоторое время мы все начали пользоваться госуслугами, где, собственно, государство стало ближе к людям и действительно где-то как помогать в жизни людей. То есть сценарий поведения, взаимодействия с аудиторией, он очень сильно, сильно изменился. Вот. Точно так же в какой-то момент времени, не только вот сервисные такие истории хорошо работают. Вот когда-то мы, передо мной лично стояла задача предложить концепцию сайта Минпромторга. Это интересный кейс тем, что вот так вот он выглядел, просто новостной сайт, ну, то есть сайт министерства, где документы, новости, пресс-релизы и все остальное. Когда мы поговорили с пресс-службой, мы поняли, что там какой-то у Мантурова, у министра, дикий совершенно график различных мероприятий. И что самое интересное, что это очень важно для, в принципе, каждой отрасли. То есть каждая отрасль следит за этим. И в свое время я предложил концепцию абсолютно медийного портала. То есть это был первый сайт министерства, который вообще был не похож на все что-либо. И он был интересен тем, что, ну, для меня лично, когда я общался со своими там друзьями-отраслевиками, особенно меня удивили друзья из Уралвагонзавода, когда у них РБК и вот сайт Минпромторга стал на втором месте, то, чем стали пользоваться ежедневно. Вот, то есть мы попали в аудиторию очень сильно. Мы все убрали, всю газовщину мы убрали вот в эту маленькую кнопочку. Вот, как-то у нас был такой проект «Наш лес, посади свое дерево». Вообще примитивная история с точки зрения правительства под Москвой решила сделать проект. И, собственно, леса, которые вырубаются, надо их восстанавливать. И, соответственно, захотели вытащить людей на то, чтобы все дружно сажали леса. Так вот, изначально идея, с которой мы боролись буквально с ребятами из правительства, тем, что они хотели его сделать абсолютно информационным, там очень много видюшек, фоток и всего остального. Мне удалось уговорить помощников губернатора, что нужно сделать два ключевых функционала. Первый, что человек хочет выбрать, куда он хочет поехать. Второе, это проложить маршрут, чтобы посмотреть, как туда ехать. И когда мы запустили сайт прямо вот буквально за время, когда, собственно, за неделю, когда должна была быть акция, люди начали регистрироваться на конкретные точки. Мы обеспечили, распланировали, по сути, на какие точки люди поедут. Но самое интересное, фидбэк, который мы словили, у нас был очень большой всплеск посещений. Это буквально эту субботу, когда люди ехали в 6-7 утра, все начали заходить на сайт, чтобы посмотреть, как добраться до той точки, куда они хотят ехать. Это любопытный момент, когда просто лендинг перестал быть просто информационным или какой-то элементом продажи, он стал сервисом. Тоже неплохой момент. То есть я буду сейчас от большого к маленьким конкретным кейсам, наверное, возвращаться. Сейчас пока что по конкретным. Значит, как-то мы делали сервис пресс-службы мэра. Один из разделов — это календарь мэра, который, ну, собственно, какие у него встречи происходят. Также и у всех замов, в начале департаментов и так далее. Вот, когда мы принесли концепцию, календарь и календарь, что тут ни такого, ничего существенного не возьмешь, не придумаешь. Но нам сказали, слушайте, ну, вот у нас и так есть календари, давайте что-нибудь интересное вот в контексте у нас. Вот, и мы пришли чуток с другой концепцией. Мы обратили внимание, ну, понятно, вот она классический календарь, но мы добавили туда небольшой раздел, который был посвящен картам. То есть на самом деле каждый из этих людей, который особенно публичный, он посещает определенные места. И мы за это очень сильно зацепились. И в результате, когда происходит где-то встреча, особенно это когда встреча в «Изна», мы решили предложить еще историческую информацию, условно, когда мэр был в определенном районе, чтобы подтягивать всю историческую информацию, смотреть, а что там было, что на предыдущие разы там приняли, какие решения и так далее. В общем, в конечном счете этот сервис, он стал вообще автономным и отдельным. И просто раздел, он превратился в абсолютно другой. И вторая часть, которая здесь была интересна, это то, что мы смогли сформировать, ну, как бы решить определенную проблему, это пересечение встреч, ну, то есть когда происходят нападки и так далее. Это вот стало основой, на самом деле, календарь. Побегу дальше. Значит, тоже один из проектов, это мы задумались о теме вообще вакансии и то, как происходит найм людей, и мы там опрашивали людей и так далее. В общем, мы поняли такую штуку, кстати, совместно с бизнес-психологами в высшей школе экономики, что, ну, как бы вакансии и резюме, они вообще не информативны. Ну, то есть когда ты размещаешь вакансию, во-первых, их будут плюс-минус такие же, очень много, но ты получаешь огромное количество откликов в резюме, которые тоже одинаковые. И выбрать очень сложно, особенно когда у тебя массовый подбор. Мы решили запустить пилот, в котором мы сделали интерактивную вакансию, то есть я вообще не участвую в процессе, HR не участвует в процессе подбора, но в конечном счете мы получаем информацию о тех людях, которые интересны. Плюс я параллельно запущу видео и буду чуть-чуть болтать. Мы еще изменили сам принцип подбора, мы начали, сделали упор на социальные сети с точки зрения, сейчас потише чуть-чуть сделаю, с точки зрения вообще, в принципе, размещения, то есть на HeadHunter мы тоже разместились ради статистики и на других сервисах, но мы поняли, что социальные сети дают нам гораздо больше, и что самое интересное, что уникальные паблики в виде типа конкретных, например, тату-мастеров нам приводят совершенно других дизайнеров. Это любопытное тоже наблюдение, мы поняли, что все наши дизайнеры и творческие люди, которые с нами когда-либо работали, они все имеют хотя бы одну татуировку. Получился очень интересный сервис, который, по сути, приблизительно за 2,5 месяца, его прошли больше 10 тысяч людей. Мы собрали, сейчас скажу, где-то полторы тысячи дизайнеров, мы их, честно, офигели, и нам столько народу вообще не надо было. В конечном счете мы сейчас вот этот пилотик перевернули в сервис отраслевой, где, собственно, у нас будет 2 целевых аудитории, это дизайнеры, которым мы будем дальше, ну, мы их типируем и предлагаем, что им, где, с чем нужно прокачаться. Вот, и второй момент — это работа дателя, которым мы будем предлагать, собственно, доступ к базе, которая постоянно пополняется. Самое интересное, что в основе этой истории лежит не только вот такой классный интерактив, это еще некая математическая модель, то есть каждое действие, которое совершает пользователь, мы его знаем и таким образом можем сказать, посмотреть на человека, что в нем хорошо, а что плохо, и посмотреть, какой есть опыт. То есть вот таким, ну, это вот хороший очень кейс с точки зрения вот совершенно по-другому перевернуть сам процесс. Сейчас мы уже делаем такую же историю для Касперского и, ну, в том числе переворачиваем до рынка. Вот, теперь я к глобальным вещам перейду, и вот здесь у меня вопрос. Все же знают вот эту вот компанию яблочную. Вот, и как вы думаете, вот первый их рывок, когда они стали, ну, то есть это сейчас самая дорогая компания в мире, насколько я помню, в всяком случае денег у них точно, которые есть на счетах больше. Вот, и здесь возникает, сейчас. Это появился опрос, ты можешь его закрыть, а остальные ребята можете ответить. Я пока закрыл, да, я пока закрыл. Вот, и здесь у меня сразу же вопрос. Вот как вы думаете, что было первым таким прорывом компании Apple, когда они прям действительно сделали для рынка совершенно новое? Вот где была вот эта революция? Ну, помимо того, что они там первый компьютер сделали, как вы думаете, что было первым прорывом? Друзья, пишите ответы в чат. Мой вариант дизайна интерфейса. Хорошая попытка, но нет. Интерфейс дизайна. Вот, здесь, ну, сейчас еще давайте попробуем меня воспринимать не как дизайнера, а как человек, который больше, наверное, про бизнес-дизайн, стратегию и все в этом духе. Вот, потому что это взаимосвязанные вещи, на мой взгляд. Они друг от друга не существуют. Понятное дело, что... Кроме еще варианта юзабилити, удобства. Ага, ага. Вот, продолжаю. Значит, первый их прорыв был, это создание iPod. iPod, то есть, когда они создали iPod, и если, напомню, что когда презентовал Jobs первый iPod, он сказал, что, ребята, все ваши композиции, вся ваша музыка, она остается в вашем кармашке в джинсах, и показывал, как это круто. Но самое интересное, что хотел подчеркнуть, что это не самый крутой прорыв, который был. Это подготовительная работа была. Следующий прорыв был, как вы, кстати, думаете, вот давайте попробуем еще раз помочь. Какой следующий рубеж был прям такой, прям суперкрутой? Давай конкретизируем вопрос. Ты имеешь в виду у компании Apple? Да, да. Что они дальше, следующее, сделали такого, что прям перевернуло рынок? А ты подскажи год. Ой, ну это где-то первый iPod, это 2000, может, второй. Смотри, какие появились варианты iPhone, что это три устройства в одном, iTunes, что это подписка, а мой вариант – это Marketplace iStore. Все правильно. Вы теперь в правильную сторону начали думать. Первый их прорыв был – это Apple Music Store, ну то есть iTunes Store. Они решили проблему, удлились решить проблему аудиопиратства. тем, что там разные есть истории, идеи. Ну, в общем, суть не в этом, но Apple Music Store – это, наверное, самый большой Music Store в мире. И самое интересное, что компания Apple зарабатывает на каждой покупке. Сначала это были покупки композиций, потом это стало подписками. Вот, а следующий как раз прорыв был – это, понятное дело, появился iPhone-чик, и дальше, на самом деле, появился Application Store. Вот, как вы думаете, на чем больше всего зарабатывает компания Apple? Рекламная пауза. Про разработчиков, которые платят за доступ к Apple Store? Да, скорее не за доступ, а вот они берут вот любая покупка, которая происходит в Apple Store, в App Store, это приблизительно 40% забирает Apple. Это очень круто. Точно так же он и зарабатывает на музыке. И основные денежки, которые зарабатываются на этом, это именно на софте, на том, что, по сути, они создали некую экосреду. Вот, на самом деле, когда я давно знаком с компанией Apple, и для меня было любопытным таким явлением, наверное, это моя теория, но так или иначе, но вся эта модель, бизнес-модель, она, на самом деле, заимствована. То есть, они не первые, кто придумали это. Все мы, наверняка, в детстве играли в приставки, но уж точно знаем, что такое Sony PlayStation, там, Xbox, там, и так далее. Так вот, эти ребята, они создали, по сути, девайс и зарабатывают на играх. Но и они тоже были не первые. Самые ребята первые, которых я, там, мог откопать с точки зрения технологичности, это компания Xerox, которая создала принтеры, и дальше все, собственно, закупались картриджами. И основной заработок был на картриджах. Ну, и то же самое у Polaroid было, там, и так далее. Двигаемся дальше. Теперь попробуем залезть, вот, понятно, что это были цифровые технологичные компании, вот, и какие-то мои кейсы, около, там, государственные стартапы, вот, но самое интересное, что в производстве то же самое происходит. И вот здесь вот я хотел бы чуть-чуть зацепить компанию Harley-Davidson, которая сейчас, к сожалению, снова начнет потихонечку умирать из-за нашего ковида. Но в один прекрасный момент, буквально там, лет 10 назад, они вообще совсем чуть не умерли. И что им позволило выкарабкаться? То есть проблема, с которой они столкнулись, что медленная реакция на запросы потребителей. То есть они не справлялись со своим спросом и не понимали, на самом деле, не подстраивались под него, и не понимали, что конкретно нужно. Что они сделали? Они, по сути, первое, они одни из первых ребят, которые создали классный конфигуратор мотоцикла, где есть возможность кастомизировать его по огромному количеству опций. Также они перестроили единую сборочную площадку, ну, то есть условно то, что придумал когда-то Ford, они это тоже переработали и подстроили к возможности модификации. Это дало колоссальный совершенно результат. Они сократили там производственный цикл, и, собственно, вот показатель, что они там буквально чуть больше полутора минут сходят с конвейера мотоцикла, это колоссальный результат. И они взлетели с точки зрения их капитализации больше, чем в семь раз. И, на самом деле, я когда изучал эту историю, именно в этот момент они в том числе начали экспансию в Европу, и, на самом деле, официальные истории появились в России. Это понятное дело, что все эти примеры, которые я приведил, они так или иначе имеют некую взаимосвязь. Как вы думаете, на что я делаю здесь вот упор? О чем я по большей части здесь говорю? Что эти истории объединят? Что здесь подумали о человеке? Да, это так. Давайте я дальше так додвину. Значит, понятное дело, что... А, вот, сори. Я быстренько не туда вставил кейс. Мне тут безумно понравилась история, как купить Теслу без людей. Я думаю, что если кто-то видел этот кейс, прям рекомендую на него обратить внимание. Очень быстренько по нему пробегусь. Значит, чувак, пока там страховая у него разбиралась, он быстренько залез на сайт Теслы, собрал в конфигураторе свою тачку, нажал чекаут, у него списались 100 баксов и все. Дальше, собственно, ему быстренько пришла смс-чика о том, что тачка будет готова через несколько дней и что ему нужно подписаться договора и определенные документы. Дальше происходило взаимодействие со страховой, пришла новая смс-чика, что вот по такому-то адресу стоит твоя тачка, приезжай, забирай. Он приехал, залез в приложение, отметил, что он принимает машину, то есть сам провел приемку. Тачка разблокировалась и внутри его ожидал конверт со всеми необходимыми документами, уже с пространными печатями и так далее. Вот это очень крутой кейс с точки зрения работы с клиентом совершенно по-другому. И вот понятное дело, что вы все правильно подумали, что я говорю больше ориентирии на клиента, то есть когда мы смотрим на него. Но здесь важно понимать, как на него смотреть. То есть условно здесь важно более глубокое понимание целевой аудитории, их потребности и ожидания. И вот здесь у меня такой смешной пример. Представим себе стандартный таргетинг, где-то девушка, описание человека. Девушка 30 лет, хинке, замужем, двое детей, доход 40 тысяч рублей, работает офис-менеджером. Вот. Ну и вот так вот она выглядит. А теперь представим, что это девушка, мы занимаемся, продаем классные матрасы, вот, и она приходит к нам в магазин. и условно вот мы видим фотографию, видим описание, у нас уже формируются потребности, что-то шевелится, и мы понимаем, что предложить из того, что этой даме зайдет. Но самое интересное, что когда я покажу второго человека, вторую девушку, которая абсолютно подходит по этим параметрам, мы ее смотрим, на нее смотрим, и мы понимаем, что предлагать мы будем уже что-то другое. вот здесь вот возникает вопрос, что обычного понимания целевой аудитории, его недостаточно для того, чтобы, ну, сформировать то предложение, которое действительно, ну, то есть совершить покупку, продажу. Вот, и, естественно, здесь возникает вопрос, как определить, уже здесь мы залезаем чуть-чуть в психологию, это понятие типирования. Сразу же скажу, что любая модель типирования, которую вы знаете, она всего лишь модель, и когда я у себя начал тестировать все, что только можно, я понял, что нужно создавать свою модель типирования под мою сферу, мою целевую аудиторию, которая так или иначе ко мне относится, и это совершенно другие уже модели, но как прием очень хорошо. И теперь... А здесь как раз давай вот один из вопросов был по ходу презентации, когда ты показывал кейс, как вы находили дизайнеров по татуировке, был вопрос, а как вы типируете дизайнеров? Вот. Соответственно, вот сейчас, значит, разложим на три части, давайте, автоп тогда небольшой. Значит, у нас, в принципе, человека-работника характеризует три вещи. Это личность, опыт и навыки. и первое, за что мы беремся, это за личность, то есть не с каждым человеком хочется работать, да, то есть есть определенные ценности, которые характеризуют личность. Вот у нас ценности, у людей, которые работают со мной, в большинстве случаев, они определенные, а в других компаниях это другие. Вот. Например, там у Кирилла должны быть стопудово все системные, структурные, и на любой вопрос, а почему, давать четкое обоснование? Ну, это моя гипотеза. Вот. То есть Кирилл сам такой системный чувак. Вот. Дальше у нас мы берем другую третью часть, это навыки. Навыки по жизни, они приобретаются, раньше они приобретались долго, сейчас, если вы хотите стать дизайнером, да не вопрос, месяц, и вы дизайнер. Ну, то есть навыки, они формируются очень быстро, их можно приобретать и даже очень быстро. Вот. И третье, что самое важное, это опыт. возникает вопрос, как проверить опыт, ну, то есть человека. Причем этот опыт должен так или иначе совпадать с нашим опытом. И мы поняли, что если взять любую дизайн-студию, вроде бы одно и то же делаем, дизайн делаем, но делаем это очень по-разному, ну, очень по-разному. Как сам процесс происходит, как работаем с клиентом, как строим работу, все очень по-разному. Это, по сути, легло в нашу основу. То есть, по сути, интерактивная вакансия это некий сценарий, рабочий сценарий, как мы работаем взаимодействием с клиентом, где мы даем возможность дизайнеру выбирать его возможные шаги, каким образом он бы пошел. Каждый шаг, он определяется, ну, по-разному. Например, мы задаем вопрос, как ты хочешь обсудить проект. Есть люди, которые скажут, да, пришли мне, пожалуйста, постановку в телегу, а кто-то скажет, а расскажи мне, пожалуйста. А кто-то скажет, а давай вместе порассуждаем, я готов прям сразу порассуждать. И это совершенно разные люди с точки зрения их восприятия и так далее. Вот, по квесту мы это видим. Также с точки зрения, например, для нас очень важным фактором является навык работы в команде. И мы решили его проверить довольно примитивным путем. Мы просим дизайнера расставить, ну, то есть мы выписали, что у каждой роли в команде у нас там дизайнер, менеджер, разработчик, аналитик. Четыре роли. И каждая роль должна обладать определенными навыками. Так вот, если ты никогда не работал в команде, ты не сможешь ответить, а что же должен знать аналитик для того, чтобы тебе работалось лучше. Или, например, если ты не работал напрямую никогда с разработчиками, то ты не сможешь ответить, что он от тебя ожидает. И мы это легко проверяем. Просто нужно выбрать и все. И у нас сразу же мы автоматически в нашей итоговой табличке мы прям могли фильтровать людей, которые абсолютные фрилансеры занимались только дизайном и были, жили вне контексте команд. И поэтому для нас это большая зона риска, это люди будут очень сложно въезжать в рабочий процесс и так далее. Ну и плюс конечная история с точки зрения работы на внимательность и работы на конкретные прикладные вещи, это когда мы показываем макет и просим человека просто отметить ошибки. Здесь очень легко определить опытного человека от неопытного. Опытный человек видит маленькое количество ошибок, опытный человек видит сразу же их. Ну особенно там арт-директора и так далее. Здесь сразу же видны люди большим опытом. И так далее. Ну то есть в том числе там мы зашили еще историю довольно много психологии с точки зрения обратной связи. То есть условно когда клиент говорит то что вы мне прислали полная херня что будем делать? Менеджер спрашивает. Здесь можно ответить тоже по-разному. Кто-то говорит да я сейчас дай мне доступ и дай мне телефон и я сейчас позвоню и разберусь. А кто-то говорит давай обсудим с командой что не так. Ну и так далее. То есть это поведенческие факторы которые относятся именно к работе. Ну это вот такая часть. Надеюсь я ответил. Если будет интересно я прям отдельно могу на эту тему отвечать. Да. Очень крутая мысль. Мне 8 человек в личные сообщения написали что этот кусочек можно выкладывать отдельно. про акцепирование людей. Вообще как изюльешь так сказать. Ну не вопрос. Это просто отдельная большая тема. Это мой отдельный стартап который сейчас он трансформируется развивается и он очень любопытный. Предлагаю дальше двигаться а то я сейчас уплыву в другую сторону. Так вот возвращаясь к девчонкам которые одинаково по параметрам но очень действительно разные. Так вот и вот здесь я хочу пример привести с точки зрения еще восприятия кстати а вот я сейчас видео показывал там слышно звук было? Очень тихо. Ага сейчас погромче сделаю. Так вот сейчас приведу пример небольшой будет два ролика представим что я выбираю тачку мы все стопудово обладаем машинами и очень по-разному их выбираем. Так вот я взял три параметра которые просто я их написал какой-то больше какой-то меньше но так или иначе вот три вещи которые мне важны уверенность надежность безопасность ролик первый который может быть не но так или иначе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот смотрите, любопытный момент, да, что вот я вас всех не знаю, но вот все, кто ответил за BMW, я точно могу сказать, что мы быстро найдем общий язык. Потому что у меня была BMW, теперь у меня Porsche, я вот пипец вот в это влюблен во все. Вот. При этом сколько раз не порывался купить Mercedes, вот не могу, вот не то вообще не про меня. Вот. Это вот как раз очень хороший пример типирования, но есть очень классная история с точки зрения поведенческой психологии, социальной психологии. Там много-много науки, но мне всегда было интересно, как практическим образом, способом очень просто определить, кто свой, кто не свой. Вот. Потому что вот здесь вот это очень хороший фактор, который позволяет. Вот этот пример очень хорошо показывает, что такое нейроэкономика, нейропсихология, нейроэкономика, ну да, нейроэкономика, потому что я уже рассказывал. Вот. Про нейроэкономику и отдельная песня, не буду туда углубляться, а сильно в науку. Вот. Но мне это очень дико интересно подкреплять, что же такого происходит, когда, мне всегда было интересно, когда я показываю дизайн, ну какой-то концепт, когда мне человек на первой встрече просто идею рассказал, а я его показываю. И он мне говорит, блин, офигеть, первый раз за пять лет человек мне приносит то, что попадает, мне нечего прокомментировать. Вообще, как так произошло? Вот. Я всегда думал, что это какая-то встроенная у меня штука, но всегда не верил. И вот я очень много в науку лезу, ибо там первое образование, как инженер-физик, мне дико интересно было все это изучать. И я много нашел этому подкрепления, но самое интересное, это вот я уперся в то, что нужно очень хорошо понимать, с кем ты работаешь. И вот как раз Кирилл это анонсировал, один из моих экспериментов. Я начал на, особенно когда у меня какие-то, я знаю, что это сложные встречи, знакомство с клиентом и так далее, я начал приглашать бизнес-психолога, который выполнял роль что-то типа аналитика. Вот. И после встречи давал нам отчет, что это за человек, как он принимает решения, что для него важно, что категорически нельзя говорить и так далее. Вот. Это дало офигенный импульс, потому что прям буквально с первых таких встреч мы предоставляли те коммерческие предложения, которые люди ожидали. Таким образом, как они ожидают. И подбирали команду менеджеров тех, которые способны так работать с человеком. Вот. Это очень сложный процесс получился, но так как я больше ориентирован на LTV, ну то есть на долгосрочную работу с клиентом, глубокую работу, это дало свои плюсы. Мы уже пошли внутрь команды и так далее. В общем, суть в том, что, к чему я хотел здесь подвести, что думая больше о личности через сценарии, мы перестанем делать вот это. Вот. И если интересно, у меня есть маленькая практическая история. Готовы попробовать что-нибудь поделать? Давай. Погнали. Значит, возьмите какие-нибудь блокнотики или еще что-нибудь такое. Ну, если быстро печатаете, откройте Word, этого тоже будет достаточно. Как будете готовы, плюсики, мейкните. Кирюх мне скажет, что все, погнали. А те, у кого нет татуировки, тоже делают? Те, у кого нет татуировки, тоже делают задания? Абсолютно. У меня, кстати, нет ни одной татуировки, но, раз уж это маленький авто, в юношестве я занимался, ну, как бы, типа, рисовал. Вот. И у меня были друзья, кто видел татуировки, и они у меня увидели блокнотики, и они говорят, о, слушай, а ты можешь нарисовать татуировку? Я говорю, да вообще не вопрос. И я начал делать эскизы для татуировок. Точно так же я встречался с людьми, смотрел на них, разговаривал, а дальше предлагал, что им нарисовать, и рисовал это. Вот. А столкнулся с тем, что... Причем всем одну и ту же картинку, да? Конечно. Ну вот. И я столкнулся с тем, что вот очень хочется себе тоже сделать татуировку, но я столкнулся с тем, что я нифига не понимаю, чего мне хочется, потому что это все время меняется. То я хочу себе гигантского орла во всю спину, то я хочу себе какую-то мозаику, то меня поперла там русская, это не клинопись, это вот не хохлома, то, что вот мы видим, а у нас прям очень там интересные шрифты и так далее. Ну, в общем, и я очень взрывной человек, вот, и поэтому по столу я начинаю рисовать, рисовываю, переключаюсь на что-то другое, и мне не хватает времени на то, чтобы это просто понабить. Ром, плюсы поставили, да? Все плюсы поставили. Супер, супер. Так, начинаем вот с чего. Напишите, пожалуйста, оффер, что вы продаете. Я думаю, что все, кто знает Кирилла, сейчас быстренько все напишут оффер, все знают, что это такое. На всякий случай тут пример. Например, продаем авиабилеты в разные страны по самым низким ценам. Давайте, много долгий не засиживайтесь. По три оффера все пишут. Ой, прекрасно. Ну, значит, практичные люди. Хорошо. Дальше погнали, Кирилл, ты руководим мной? Да, дальше. Супер. Следующее. Опишите вашего клиента. Их может быть несколько, но вот возьмем так, есть категория А, которые вот прям ключевые, якорные и так далее. Вот могут быть прям те, которые самые важные. Могут быть даже, наверное, не те, которые больше всего денег приносят, но те, которые вам очень сильно импонируют, с которыми вам хочется работать. Описывать по примеру, который ты показывал до? А вот я пример привожу сразу же. Это может быть мужчина, женщина, 30 плюс, доходы, доходы там от 100 тысяч рублей, собственно. И его интересует в столице, ну, то есть он в столице мира путешествует. Ну, то есть я в своем здесь кейсе рассуждаю про продажу билетов. Вот. Один раз в год он точно путешествует, этот человек. Это то, что вы точно, да, знаете, и вот прям легко должны написать. Это то, на чем вы строите свои рекламные кампании и взаимодействие с клиентом. Это однозначно должно быть у всех. Что-то на рот у Рома стал выходить после этого вопроса. Все, можно заканчивать. Давай, следующий. Заставил всех работать. Так, а теперь опишите его интересы, цели и проблемы. То есть вот теперь мы идем поглубже. И сразу же пример. Вот в моем кейсе цель переключиться, отдохнуть. Куда лететь и что там делать, не знаю. Ну, то есть он не знает. Соответственно, он неплохо знает английский язык. Он является подписчиком iTunes, то есть он меломан. Часто довольно-таки слушает музыку. Часто ходит на мероприятия, концерты вместе с друзьями. То есть он еще и компанейский. Вот. И пользуется Foursquare. Напомню, что Foursquare — это такое приложение, где мы смотрим рейтинг кафешек, где бы покушать и так далее. Здесь оставляют люди рекомендации и так далее. То есть здесь нам нужно описать особенности нашего клиента. Еще раз напомню, это цели, интересы, воли, наверное. Ну, то есть вот в текущем веб-кейсе, который у меня, то у него проблемы, он не знает, куда лететь. Ну, то есть это прям ну-ка выбор. Поехать в Испанию, уже в Италию или в десятый раз в Таиланд. Вот. Пока люди заполняют, Ром, если есть возможность, зайди в чат, посмотри картинку. И как бы ты прокомментировал ее с точки зрения дизайнера? Ну и все, в принципе, могут посмотреть. А, тебе нужно выйти. Да, я так... Усложнил задачу, надо было файликом отправить. Сейчас я сделаю. А ты мне в телегу просто скинь. Ты же ребятам скинул, все видят. А я могу в телеге посмотреть. С телефона. Это провокационная картинка. Так, ну, я думаю, заполнили, можно двигаться дальше. Да, давай дальше. Ну, передайте блокнотик соседу, к сожалению, у нас не получится. Думал, что живьем все-таки получится. Так, теперь последний шаг. Опишите, что вы можете предложить клиенту в контексте всего перечисленного. Что вы можете предложить клиенту в контексте всего от песни. Про картинки мне больше нравится... Знаешь, какая картинка? Сейчас попробую быстренько найти. Ну, под рукой. Двигаемся тогда дальше. Вот, и в моем примере мы можем предложить... Еще раз, мы продаем авиабилеты чувакам, которые любят путешествовать, меломаны и так далее. Вот. Мы можем придумать систему лояльности за... Ну, за мили, стандартная история, за мероприятие. Дальше, концерт в любой точке мира, кулинарный тур. Вот. Это... Ну, если мы говорим про систему лояльности... Кстати, вот этот кейс... Они сделали мини-сервис, где ты выбираешь... Ну, по сути, это дайджест мероприятий, куда ты покупаешь билет, например, на Рамштайн в Германию. И, соответственно, ты покупаешь билет на само мероприятие. И, соответственно, авиабилет, проживание там и все остальное. Вот. Но им интересно было именно продавать авиабилеты. И у них был очень лютый всплеск того, что они вообще пересмотрели работу с целевой аудиторией. И они, по сути, таким образом создали отдельный сервис, который формирует спрос. Вот. То есть формирует вот эту вот историю. У кого что интересного получилось? Необычного. Необычного интересного. Артем, расскажи нам свой кейс. Вот. С удовольствием бы рассказал свой кейс. У меня интернет пропал, и я практически вот этот блок интерактива пропустил. О. Ну, ничего, будет видео, если что, наверстаешь. Да. Мне интересно. Я все равно в записи это все сделаю. Да. Ну, в общем, я глобально что хотел сказать. Я быстренько попробую подытожить, и мы сможем уже перейти на вопросы. А то вообще Кирюх меня не тормозил. Уже пять минут, так как бы у меня осталось. Так вот. Я хотел сказать, что технологии не просто меняют то, что мы делаем, они меняют нас самих. Вот. И когда вы вот находитесь в каком-то плата, это говорит о том, что все стандартные приемы не работают. И для того, чтобы его, эта плата пробить, ключевая точка, на которой нужно сфокусироваться, то, что я вам рекомендую, это сфокусироваться на изучении вашей аудитории, около них. И самое главное, сделать... Все, останавливаю запись. Теперь меня можно видеть. Теперь я вижу чатик. А че-то тебя не слышно. Да, все, я случайно выключил. Окей, вопросов накидали много. Давай попробуем пойти по порядку. Много ребят попросили, есть ли у тебя какой-то шаблон интервью, по которому ты проводишь, вот, как в твоем примере, там, работу с дизайнерами? И можно ли как-то это интервью пройти? Видимо, просто для себя люди интересуются. Какой-то шаблон. Интервью с людьми? Да. Я могу скинуть, смотрите, наша история с подбором, она началась сначала, она не стала сразу же интерактивной. Мы сделали как раз реально бриф. Ну, то есть, это прямо такая анкетка, опросить, я могу, как пример, скинуть, например, последняя анкета по пенам. Вообще не вопрос. По руководителям проекта. Я прям сейчас в HR-ах попрошу ее мне скинуть. Ира, скажи тезис на как ей пользоваться. Как интерпретировать результаты. Сейчас, секундочку. Мы тогда выложим вместе с видео данный фалик. Хорошо. Сейчас мне пришлют ссылочку, и я ее пришлю. Смотрите, значит, анкета, она не на тему, типа, а как ты работал, а что ты закончил. Вот не вот эти вот все вещи. Нам нужно все-таки определить вот этот вот кругольный камень, это опыт и личность, вот это пересечение. И здесь анкета состоит из набора кейсов. Например, сегодня пятница вечер, соответственно, тебе звонит замминистра IT, или какого-то департамента, неважно. Вот. И говорит, слушай, все, горим. В понедельник к губернатору приезжает ВВ, и срочно нужно показывать то, что вы нам прислали на согласование, мы сразу же это согласовываем. В общем, в понедельник к 9 утра должно быть все готово. И вопрос, что ты будешь делать? Время вечер, там 6-7 вечера, все уже разбегаются по домам. Вот. И так далее. И вот этот вот кейс очень хорошо показывает, что, например, есть люди, которые никогда не сталкивались с такой ситуацией, они прям люто стрессуют. Есть люди, которые, это редкость, но сталкивались с такой ситуацией и вообще легко показывают, что они будут делать. И здесь мы еще усложняем, мы говорим, напиши, пожалуйста, минимум три варианта того, что бы ты делал. Вот. Первым делом человек у нас, он скажет, что я быстренько эскалирую ситуацию до руководства. То есть я расскажу своему прямому руководителю, что у меня такая ситуация. Вот. И предложу уже какие-то действия. То есть если человек этого не пишет, это плохо. Потому что, во-первых, он не умеет эскалировать, во-вторых, ну, уровень ситуации вот такой, то есть условно обычно в таких ситуациях через, там, час министр мне уже звонит и говорит, «Ром, подключись-ка, пожалуйста, чтобы все было хорошо». Вот. И когда я звоню всем своим и говорю, «Ребята, а вы в курсе вообще, что происходит?» И вот когда линейный руководитель попадает в эту ситуацию, когда ему менеджер не рассказал, вот это жопа. Вот. Ну и так далее. И разные вот ситуации, которые, собственно, ну, я скину анкету, там все видно. Как с командой работает. Или даже такие ночи, и сосед сверху что-то строит, дрелит и так далее. Что будешь делать? Вот. И здесь мы просматриваем, как человек в конфликтных ситуациях себя ведет, умеет ли он договориться. Вот. Ну и так далее. Окей. Следующий вопрос, он такой более там глубокий. Когда нужен дизайнер, а когда нужен человек, который поработается с мыслами, с продуктом, с точки зрения дизайна и восприятия других людей. Ты как-то это делишь? Я это абсолютно делю. Смотрите, значит, там лет 10 назад, нет, 10 лет назад, я в свое время думал так, что сначала у нас должен быть проектировщик, то есть этот человек, который берет логику, берет сценарии, проектирует поведение человека там, и, собственно, дальше передает все. структовый дизайнер, который умеет формировать гипотезы и уже что-то с этим делать. Но проблема в том, что вот этот весь процесс — это производство. То есть когда у нас задача очень понятная. Но самое интересное, что со всеми клиентами, особенно новыми клиентами, когда я встречаюсь, я начинаю задавать вопросы такие как, а нафига мы это вообще делаем? А как вы охарактеризуете результат? А как данный результат? Представим, что мы все сделали, все классно, на какие бизнес-показатели этот результат влияет? И оттуда я, на самом деле, очень много достаю того, что, на самом деле, человек хочет сделать мобильное приложение, а если вот все это рассмотреть, то, что он наговорил сейчас про бизнес и вообще, зачем ему это нужно, я понимаю, что ему не мобильное приложение нужно. Ему нужно вообще сейчас вот конкретное место улучшить. Здесь дизайнер — это человек, которому нужно на вход дать довольно-таки много ввод. Самое главное вводное — это зачем вам нужно то, что вы хотите сделать и как это будет влиять на ваш бизнес. Потому что это задает те параметры, на которые человек, ну, дизайнер, должен это прям все время держать в голове. То есть, если мы делаем картинку автономно, ну, то есть вообще там от всего, то это превращается в художника, художество. Рома, можно я тогда расширю вопрос? Там как раз был очень смежный, похожий на эту тему. Смотри, как должен человек действовать? Он ведь не понимает, ему нужен лендинг для продвижения своего продукта, ему нужно заказать видео, ему нужен сайт или ему нужна, не знаю, там, презентация. И как он должен к этому решению прийти? То есть, он должен с кем-то пообщаться, он должен прийти в какое-то дизайн-бюро и всегда ли нужно приходить в дизайн-бюро или нужно сначала тестировать продукт? А здесь, давайте теперь здесь чуть-чуть пойдем от логики. Смотрите, наша задача, нам нужно, неважно, допустим, это новый продукт или еще что-то, нам нужно что-то запустить. Цель этого запуска это, по сути, продажа. Ну, то есть, мы должны получить первичные продажи. И здесь вот цель. Если у нас получить первичные продажи, и у нас есть набор инструментария. Вот. В свое время я попробовал подружить с Димой Паркмегином, с которым, после чего, у меня было очень много заказчиков а-ля ой, я тут придумал идею, мне нужен лендинг. И вот таких вот было по 10-20 человек на дню. Вот. И я, в общем, в конечном счете пришел к очень простой схеме. Я говорю, смотри, у тебя есть идея, ты хочешь что-то продавать, сформулировал даже сформулировал. И будешь 10 человек, которым ты можешь позвонить, и они тебе не откажут, тебя выслушают и так далее. Я говорю, получи хотя бы три на подтверждение, что люди готовы это купить. Вообще, еще ничего может не быть. Но вот если ты получишь это, ты уже увидишь, что продажа как таковая, она существует. Есть потребности и так далее. То, что Кирилл перечислил лендинг, ролик, презентация, какие-то, допустим, коллаборации с кем-то где-то выступить и так далее, сходить на конференцию. Там, насколько я помню, есть такая Катя Уколова, которая собрала больше сотни таких инструментов. И проблема выбора, она стоит в другом, что это все гипотезы. Каждая из этих гипотез, она стоит определенных денег. Но можно сделать, буквально, вот я свой продукт сейчас запускал на американский рынок, это сервис по созданию презентации, и у меня точно такой же вопрос возник. я сформировал сначала фокус-группу и раскидал просто продукт людям, чтобы они посмотрели и ответили мне, вообще интересно, нет? Вот. Второй момент, когда мы начали делать лендинг, мы начали смотреть на конкурентов и смотреть, что с этим происходит. Вот. И у меня дальше было еще вереница различных гипотез, что еще можно сделать, и я пошел по продуктовым подходам. У меня есть ряд гипотез. Я посчитал стоимость каждой гипотезы, то есть каждый инструмент, который мы создаем, это инструмент, который должен повлиять на наши бизнес-показатели. И у меня была отдельная графа вероятность выстреливания. Таким образом, я сформировал очень простую воронку и понял, что для меня сейчас важнее делать в первую очередь. Но я всем рекомендую, прежде чем что-то колопатить, ну, то есть создавать ну, прям что-то такое, потому что там возникает определенный ряд параметров, которые как раз показывают ролики Mercedes, что можно сделать такой ролик, который не попадет в аудиторию. Вот. Как, кстати, с нами, например, произошло по презентации. Вот. У нас в результате пришла совершенно другая телевая аудитория. Так вот, прежде чем это делать, это все затратно. Ну, то есть, если мы, конечно, пылим деньгами и нам пофиг, ну, можно классно запустить все, дальше поэтому посмотреть сквозную аналитику и дальше таким образом уже определить, что нужно. Но я бы пошел сначала простым путем. Одну из гипотез, кстати, я проверял с бизнес-психологами. мы увидели одну потребность. Когда все ушли на удаленку, все начали работать в командах с клиентами по Zoom, Skype, Zoom и так далее. И возникла ситуация, что руководители все начали вешаться от того, что как же сложно управлять встречей, некоторых людей выбивает, что-то происходит не так и так далее. И мы предложили такую услугу. Ребята, а кому интересно, чтобы мы проводили фасилитацию встречи? То есть это человек, профессиональный психолог, который присутствует на встрече, регулирует ее, смотрит и дальше уже с этим что-то может сделать. И мы предложили пилота для того, чтобы, ну, как бы вот какую-то встречу здесь сделать. Также здесь огромный плюс, на самом деле, так как это проводит именно психолог, то по итогам для руководителя очень интересная может быть обратная связь. Например, этот человек может, ну, психолог, может сказать, что смотри, вот этот человек у тебя на грани, он сейчас сгорит. Вот, тебе нужно срочно с ним поговорить. А в разговоре для нас, когда мы особенно в потоке, сейчас все сделаем, класс, мы этого просто не видим. Вот, и кому-то нужна поддержка, кого-то нужно вообще исключить из этой команды. Вот здесь вот очень хорошо работает социальный психолог. Я сделал пост в Фейсбуке, не стал делать прям вот по ручкам тебя бил, чтобы не делать презентации, никаких лендингов, ничего. Вот, и мы в Фейсбуке собрали просто аудиторию, которая интересна. Как оказалось, мне казалось, что это будет очень много народу, а оказалось, не очень много народу. и дальше у нас вот сейчас вот следующий этап, мы всех будем собирать, проводить встречу в Zoom и спрашивать, какие ожидания, ребята, готовы ли вы к пилоту, когда готовы, мы готовы, собственно, присутствовать на встрече и продемонстрировать вам, как это все происходит. Все, я ничего не делал, ну, то есть, поста в Фейсбуке было достаточно. Следующий шаг мой, это уже персонализированная история, вот как с вами я сейчас разговариваю, я точно так же, ко мне ребята из, у меня друзья в Докдок, такой большой сервис теле-медицины, они начали переходить на проектное управление и звонили мне посоветоваться, как ему лучше сделать. И я между тем, где он спросил, слушай, интересно была вот такая вот тема? Они говорят, загорелись, да, не вопрос. Я говорю, когда? Все, мы назначили встречу и, собственно, начали уже потихонечку продавать. Вот. Здорово, здорово. Слушай, вот такой интересный вопрос есть. Почему компании меняют логотип и очень часто тот же на тот же, как, например, московское метро? И когда ты должен понять, что пора? Крутой философский вопрос, давайте разделим. Вот я сам не понимаю работу ради работы, то есть, делание ради делания. То есть, вот этого я не могу касаться, то есть, мы хотим красивее, для меня непонятная задача. Вот. Это миссия, сделать шедевр, ну, то есть, это чуть-чуть про другое. Я очень хорошо понимаю, когда нужный интерфейс. Я очень хорошо понимаю, когда нужно изменить, ну, вот я, давайте другой пример приведу. Есть такая классная компания, называется Bloomberg. Вот. Относительно недавно, по-моему, год назад, они сделали ребрендинг и стали мега яркими. Вот прям такими яркими, классными, современными, и так далее. То есть, они поменяли, есть такое понятие, tone of voice. То есть, это, по сути, тот посыл, который ты даешь во взаимодействии с аудиторией. Это можно, кстати, проследить, вот, например, есть ряд агентств, их владельцы, которые, вот, посмотришь Facebook, мат-перемат, все те, те, те хреновые, эти фигню делают, там, и так далее. Вот мне, например, это вообще никак не отзывается. Вот. Еще есть классный пример, если нужно будет, найду. Одни ребята, которые продают сервис, насколько это, электронных переводов, они, короче, сделали матерный лендинг. Вот реально матерный лендинг. И я ради интереса написал, спросил, ребята, а как у вас конверсия? Они говорят, охеренно. Они попали в аудиторию. Вот. И поэтому, если мы говорим про чистый дизайн, когда происходит, вот эта вот история с изменением логотипа и так далее. Теперь чуть-чуть философию. Все меняется, и если на самом деле посмотреть, дизайн, он меняется точно так же с музыкой, стилями музыки, точно так же с одеждой, с модой, с архитектурой и так далее. Чаще всего они прям как вот таким пластом перестраиваются. То есть, в свое время было модно, вот там, не знаю, Apple, например, было все выпуклое, такое чистенькое, серенькое, какие-то акцентики, просто белое яблоко и так далее. А теперь модно чуть другое. Сейчас уже нужно реалистик, дизайн, вытаскивать какие-то вещи и вообще мы из логотипа вытаскиваем. Вот. Если, кстати, интересно на тему логотипов, я считаю, что в России есть команда, две команды, которые действительно в этом что-то понимают, ну и на международном уровне, на мой взгляд. это агентство Супрематика Вова Лифанов и агентство Они. Супрематика не очень известны, они не очень глобальные проекты делали, но подход у Вова Лифанова просто офигенный. Есть несколько кейсов, особенно вот рекомендую посмотреть, есть на YouTube видео, где он рассказывает, как они делали фирменный стиль для, боже мой, ресторана Грут. Там все про дерево и так далее. Вот. И вторые ребята Они, это те, кто делали ребрендинг Яндекс.Такси, Юла и Третьяковская галерея. Вот это вот мне первое, чем в голову приходит. Третьяковская галерея вообще гениальная штука. Вот. И логотип еще он может меняться. Вот есть логотип, а есть фирменный стиль. Фирменный стиль это то, что на самом деле взаимодействует с аудиторией. Это баннеры, презентации, любые носители, с которыми мы взаимодействуем. И логотип там, он сразу же превращается в какую-то мусипусечку какую-то, которая не супер так сильная и важная. Так вот, логотип меняют для того, чтобы встроить в это все хозяйство, для того, чтобы он не выпадал. Вот. Окей. И давай, наверное, последний вопрос на сегодня, но он очень практичный и конкретный и, наверное, будет полезен для всех. Как в том изобилии дизайнеров, которые сейчас есть, и фрилансеров, и студий, и так далее, выбрать действительно того, кто сможет выполнить твою задачу? Может ли фрилансер быть лучше, например, командой, либо какой-то студии? И примерно сориентируй, сколько это должно стоить? И как вообще это формируется? Потому что для многих это просто рынок, где люди называют цифру на бум-виде, какой у тебя проект и продукт. Так, я предлагаю... Это его поделение немного, да. Да, да, да. Значит, чем отличаются фрилансеры от компаний, помимо цены? Значит, фрилансер – это один человек, который обладает определенным опытом. Команда, она обладает точно так же разным опытом, но совершенно с разным контекстом. То есть, вот, например, заказывать у фрилансера какую-то работу можно, только в том случае, если у вас задача, она прям не на уровне, нам нужен сайт. Сделайте нам, пожалуйста, сайт. Или сделайте нам концепцию главной страницы. Это не задача одного человека. это даже, я бы сказал, миссия, даже не цель. Вот. А задача должна быть конкретной. То есть, вот примеры того, что нам нравится, вот примеры того, что нам нравится, нужно сделать так-то, так-то, так-то. Если говорить про, ну, то есть, это вот прям принципиальное отличие, мы точно так же работаем с фрилансерами, когда нам нужно сделать конкретную задачу. Вот. Чаще всего она очень небольшая. Например, нам нужно отрисовать определенные иконки в определенной стилистике, которую мы сами задаем, и человек просто масштабирует со временем. Вот. Ну, это относится к любым работам. Если говорить в принципе о процессе дизайна, то я отвечу сейчас с двух сторон. С одной стороны с точки зрения клиента, а с другой стороны с точки зрения производства. То есть, если вы не видите этот процесс в производстве, то это трэш и отсебятина. Так вот, со стороны клиента в первую очередь вам нужно опять же ответить на бизнес вопрос. То есть, что конкретно вы хотите решить? Какая у вас именно бизнес-задача? Сайт, дизайн, это все инструменты. Инструменты, то есть, вы во что-то вкладываетесь, то есть, инвестируете. Любая инвестиция должна быть оправдана. Вот. И вот здесь вот нужен вопрос, ну, ответ на вопрос. Дальше уже возвращаясь к производству. Кстати, я думаю, что я могу скинуть бриф, который я внутри у нас чаще всего мы стараемся заполнять. Он как раз больше про это и может чуть-чуть раскрыть кругозоры с точки зрения, что нужно на входе для того, чтобы, ну, так или иначе с кем-то начать работать. Здесь еще добавь небольшой комментарий на тему, если я, например, стартап. Понятно, что есть компания, у которых есть бюджет, а я могу быть стартапом. Что мне делать? Вот один из вопросов в брифе это, в принципе, понимание бюджета. Ну, то есть, оно может быть большим, может быть маленьким. Причем, если честно, нас чаще всего пугают большие бюджеты с маленьким описанием задачи. Значит, там что-то такое люди запланировали или они обладают таким опытом, что они понимают, что им просто надо залить это все деньгами. Вот. И мы туда очень глубоко начинаем погружаться. Вот. Если мы говорим про стартап, как я и раньше на своих примерах указывал на нескольких, что здесь в первую очередь нужно не гнаться за тем, чтобы как круто выглядеть. Круто выглядит, но, то есть, это хорошо работает, когда вы приходите к инвестору. Когда вы приходите к инвестору, действительно, если у вас будет дерьмовая презентация, с вами даже разговаривать не будут. Но самое важное, что если вы инвестор, он же такой простой очень человек, он точно так же, он вкладывает деньги, хочет на этом заработать. И он хочет понять, как он заработает. Поэтому здесь нужно ответить на вопрос, что вам нужно сделать для того, чтобы достичь определенной цели. Цели бывают очень разные. Где-то клиенты, где-то партнеры, где-то заявите, чтобы смена рассказала. Это вот очень красивый пример был с мероприятием, который делали Екатеринбург или Басип или Самар, не помню. В общем, когда они напротив офиса Тесла разместили билборд типа Эллен Маск, перезвони нам или что-то такое было. Очень классный эффект. Или, например, да, да, да. Или очень классный кейс, как раз вот мы когда про интерактив рассказываем, что нужно по-другому уже взаимодействовать. Есть такая группа Депешмот, и в свое время они выпустили свой сингл на песню Personal Chisus. И как они решили промотировать себя? Они в Англии в газете разместили, боже мой, как это называется, даже не статья, а типа вот «Твой персональный бог», номер телефона. Вот. И когда ты звонишь по телефону, ты слышишь эту композицию. Это взорвало рынок по продажам. Этот сингл там был очень крутой и так далее. В общем, я к чему? Что здесь нужно вот очень хорошо понимать, что надо. И дальше, действительно, когда вы идете в агентство, ну, то есть для меня очень важно понять все-таки, как можно помочь действительно достигнуть этой цели. Делать просто работу ради того, чтобы ее делать, это бессмыслица. Ну, то есть хорошо, мы просто потратим бюджет и так далее. И вот, например, у меня своя же история, у меня была тема, что вот есть гипотеза, что классный маркетинговый ход сервиса по созданию презентации это будет сделать, написать чат-бота в Slack или в Telegram, который, используя наш сервис, создает презентацию. То есть, условно, ты прямо в телефоне бах, создал презентацию, классно, круто и так далее. Я это смотрел как именно на маркетинговый ход для привлечения аудитории. Мы посчитали, сколько это будет стоить, какие сложности, сколько нужно времени на создание. На создание где-то с оплаткой полтора-два месяца, по деньгам создание около полумиллиона. И дальше я посчитал, а сколько мне стоит будет в принципе сейчас запустить сервис и вложить просто тупо в рекламу. С ботом я спрогнозировать нормально не смог аудиторию, с рекламой я смог спрогнозировать. Я принял решение, что для меня сейчас важно. Performance, ну типа попробовать вложиться и как-то бахнуть. Или все-таки получить первую аудиторию, которая действительно, с которой можно будет работать. И я принял решение о том, что я лучше эти деньги вложу в рекламу. Причем в рекламе я еще сэкономил, по-моему, потратили на 1300 всего. 3,5 тысячи долларов. Вот. И у меня сейчас уже есть аудитория в полтысячи человек, с которыми мы уже потихонечку начинаем общаться и так далее. То есть моя цель достигнута. А вот эта вот гипотеза, она осталась на всякий случай, и мы обязательно это когда-нибудь сделаем. Вот. Здорово. Ром, спасибо тебе огромное за то, что выделил время. Я ссылку на Романа оставил в чате. Ребят, переходите, подписывайтесь. Когда постит, он постит интересные вещи, а когда не постит, его нужно ругать, чтобы он постил. Вот. Ром, тебе еще раз огромное спасибо за то, что уделил время, ответил на вопросы. Здравствуйте. И был рад тебя снова видеть. Взаимно. Да, ребят, следите за нашими анонсами. На следующей неделе будет много интересных спикеров. Я тоже в чат отправлял ссылку. Подписывайтесь на группу. Всем огромное спасибо. Хорошего вечера и хороших... Пока, ребят. Пока-пока.